Кладила домой, отдал, говорю, это вот тебе. Она раз, я говорю, я жду тебя, прочитай, я тебя жду здесь внизу. Она пошла, вернулась. Ну, можно, говорит, полгода подождать. Я говорю, или сейчас, или никогда. Но они знали, они знали, что вы будете образцовой семьёй. Семь детей, восьмой приёмный. Дух жизни, войди в неё. И мы стали молиться, потом она воскресла. Мы отнесли её на следующий день в поликлинику. Оказалось, у неё двустороннее воспаление лёгких и абсцидирующее, то есть гнить начало левое лёгкое снизу. Вдруг я осознала, что небесная пища или небесные какие-то вещи, вот когда ты их вкушаешь, это почти сразу, ты чувствуешь, что ты вкушаешь жизнь. Я почувствовал, что это аромат неба. Я просыпаюсь, и он вокруг меня. Он вокруг меня. Я к жене, она рядом, от неё не пахнет. А он в воздухе стоит. Приветствуем вас в программе «Личное признание» вместе с пастором и епископом Михаилом Барановым, пастором церкви «Жемчужина Христа». Михаил, рады тому, что мы много лет друзья, друзья семьями, что в этой программе мы можем знакомиться не только с человеком, который 12 лет руководил здесь, на Северо-Западе, церквами Российской Церкви, но также в первую очередь вы Божий человек, вы отец семерых детей. И ещё восьмой у нас есть приёмный. Ещё восьмой приёмный, муж, служитель. И в этой программе мы как раз спрашиваем и просим вас поделиться главнейшими, наверное, такими эпохальными событиями в вашей жизни, в жизни, я считаю, что многих людей, которые происходят, когда человек встречается с Богом. И хочу услышать ваш рассказ, как вы встретились с Всевышним лично вообще, как вы это пережили, чем это для вас стало, потому что это происходит каждый раз по-особенному. История очень длинная. На самом деле, моя мама, она была в блокаду здесь, потом её эвакуировали, она вернулась обратно, когда ей было 18 лет, устроилась на работу, работала. И так получилось, что вышла замуж за не очень хорошего человека, который был преступником, бандитом и так далее, то есть алкоголиком. И сначала всё было хорошо, но потом, когда родился я, он стал ненавидеть меня, потому что мама больше любила меня и ухаживала за мной. В конечном итоге он попал в тюрьму. И где-то через год после моего рождения они развелись. Когда мне было три года, он пришёл нас уже убивать, потому что он обещал, что это сделает, раз она развелась с ним. Но в то время как раз у нас был телефон, позвонили из милиции и сказали, что он придёт, если что, мы за углом, звоните. Так и получилось. Его забрали, больше мы его никогда не видели. А когда мама приехала сюда, в Ленинград, она проходила как-то мимо Поклонной горы, вот там где-то церковь на Малоозёрной, и вот Большойозёрной. И там, значит, ну, услышала поют. А она любила петь. И она зашла туда, там и осталась. И она была в хору, пела. И как раз вот в этот момент получилось так, что она вышла замуж. И когда она принимала крещение... Ещё раз вышла замуж, да? Нет, нет, вот первый раз моя мама. А, это было до того, понятно. Да, я просто рассказал одну, потом вторую. И вот она вышла замуж, и беременная, она принимала крещение. И тогда был у баптистов первый спор, можно ли крестить беременных. Потому что это же крещение детей получается, да. Ну и разрешили, поэтому я как бы дважды крещённый, если так можно сказать. Когда я родился, значит, ну, куда меня было девать? Как раз отца забрали в тюрьму. И она меня везде с собой. Ну, значит, во вторник собрание, в среда – спевка, в четверг – собрание, в субботу – собрание, в воскресенье – три собрания. То есть вот, ну, я был пропитан этими собраниями, с двух месяцев я спал на церковной скамье, в хору. То есть меня сзади на заднюю скамейку там клали, я там спал, как бы громко не пели, ну, всё было нормально. Поэтому, если я сегодня вижу людей, спящих в собрании, я говорю, всё нормально, будете проповедниками. Пропитываетесь. Да, да, да. И когда я там ходил, в общем, ну… Возрастал в церкви, получается. Да, уже возрастал прямо в церкви. Ну, сотрудники КГБ, пастору говорили, нельзя детей приводить. Ну, она говорит… А куда же его девать-то? Да, да. А куда его девать? Она говорит, ну, сама сирота, родителей нет, блокадница и так далее. Это как бы помогло мне остаться в церкви, потому что иначе меня бы оттуда выгнали. Я ощутил там тоже любовь, потому что никто меня не гонял, никто меня не заставлял где-то прятаться. Поэтому в нашей поместной церкви, когда сегодня мне некоторые прихожане делают замечания, что вот дети бегают, я говорю, понимаете, пусть они ощущают здесь свободу и любовь. Да. Как дома, да? Да, да. Если бы меня там тогда выгнали, может быть, на улицу, гуляй, не надо здесь, я, может быть, так бы и остался на улице. Потому что наши родственники, они говорили, его отец был бандит, значит, яблоко падает недалеко от яблони, и сын будет таким же, потому что он идет по стопам отца. Но я всегда в этом случае говорю, я благодарен Богу, что это яблоко, проходя мимо, Иисус взял в свои руки и сказал, оно будет моим. С другой стороны, мама же тоже яблоня. Да, да, да. Ну, вот как бы сын по стопам отца, вот эта мысль, да. Вот, поэтому мне мама сказала, никогда, говорит, не употребляй алкоголь, и никогда не будь таким, как твой отец. Я сказал, Бог, столь, помоги мне, и я не употребляю алкоголь, даже ни нюхаю, ни пила, ни шампанское, ни вино, ну, и тем более другие алкогольные напитки. Меня спрашивают, почему ты больной? Я говорю, да нет, вроде здоровый. Просто я принял решение. Как раз благодаря этому. Да, да, принял решение быть вот таким, да. Ну, конечно, в шестом классе, когда был там, у нас была такая компания, там мы пробовали курить, да, это был единственный, один месяц мы, значит, это дело пробовали, потом мама это засекла, она меня не ругала, она ничего не спрашивала, она просто сказала, Миша, ты правда больше не будешь курить? Я говорю, правда. То есть, и для меня это было достаточно, потому что, когда иногда там ругают или еще что-то, детям как-то вот наоборот, а тут вот, ну, давай, ну, вот по-честному, да, вот так вот. И Бог хранил, защищал, оберегал, и... Мама была мудрая, она прям сразу показывала правильный путь, да? Да, и, да, настал момент, когда я пошел служить в МАФ три года, там тоже была интересная ситуация. Я учился в училище, и, ну, очень хорошо учился, и в собрание, в церковь все время, те вот дни, как я сказал, я все это был вместе с ней, вот, хотя мне уже было там 14 лет, я ходил туда, и вот, когда меня вызвали военкомат, меня спрашивает военком, ну, ты вот хорошо учишься, да, почему у тебя, ну, нет вот этого комсомольского значка, да ты не комсомольец. Я говорю, верующий. Что значит верующий? Я говорю, ну, верю в Бога. В какого? Который мир сотворил. Это, наверное, была моя первая проповедь. Он говорит, слушай, да перестань, никакого Бога нет, мне помолчать, да фамилия-то Баранов, такая вот, но, я говорю, нет, есть. Он говорит, вот мы тебя отправим в МФ на три года, и там забудешь своего Бога. Мне бы помолчать, а я говорю, не забуду. Он, ах, так, и написал, в МФ три года. Но на самом деле, я не жалею об этих трех годах, потому что Бог благословил меня, я был в учебке в Кронштадте, полгода меня отпустили в отпуск на три дня, когда я попал на корабль уже, мы прошли боевую службу от Балтийска до Владивостока, и там я был хлебопеком. То есть, хлебопек это, ну... Это уже хорошая такая мирная должность, да? Это очень, очень ценная профессия на корабле, потому что тебя никто не трогает. И не обижают. И наоборот, за тобой все ходят, потому что ты даешь хлеб. Ну, я так понял, что как бы это в дальнейшем был момент призвания, чтобы хлеб давать людям. Да, да, да. И для меня это был интересный момент. Потом тоже на корабле я там служил, и были многие истории, можно было долго рассказывать, когда Бог действительно охранил, защищал, оберегал. А что было такое опасное в те времена? Ну, у нас были моменты, когда мы вышли в море, как-то помню, и наш корабль потерял ход, а шторм был 8 баллов. Вот, и корабль просто вот как будто остановился. То есть с двигателем что-то произошло, да? Один матрос просто заснул. И подача топлива, она прекратилась. Вот оно в чем дело. И корабль просто встал. И на минуту все потухло, только такие, ну, аварийные огни загорелись. И в этот момент, ну, через где-то минуту, может быть, меньше, я не знаю точно, вот корабль как будто стоял. И потом после этого командир корабля объявляет, когда свет зажегся, говорит, по вине такого-то матроса мы остались без схода, но чудом, говорит, не знаю каким, так и говорил, мы остались живы. То есть потому что 8 баллов шторм, это 8 метров волна, а огромное корабль, которое перевернуть могло только так. Да, я думаю, что это мама молилась в церковь, молилась и так далее. Когда уже заканчивала служба, я, ну, были хорошие предложения, остаться на Дальнем Востоке, там и зарплата, и все. Но я, ну, знал, что есть церковь, которая за меня молилась, я должен вернуться туда. И мама, конечно. Вот, и когда я вернулся уже, я был в церкви, служил. Вот, но перед тем, как уйти служить, да, мне уже 18 лет исполнилось, я понял, что у Бога нет внуков, нужно самому лично познакомиться с Ним. И я тогда вот как раз был в одном общении, это впытал в Псковской области, там у нас друзья до сих пор есть, и они говорят, тебе надо принять Иисуса. Вот, и я сказал, Господь Иисус, войди в мое сердце, измени мою жизнь, ставим его невестным отцом, запиши мое имя в книгу жизни. И вот я что-то такое пережил внутри. Там они помолились за меня, Господь меня наполнил Духом Святым. И это сделало меня, ну, я бы так сказал, не просто каким-то верующеватым, а действительно, ну, живым христианином. Да, да, да. И Бог дал мне возможность, мама переслала мне Евангелие на корабль. У меня там был свой пост, где, ну, только я имел доступ там, и мой командир. Вот, он доверял мне, но он знал, что я никогда ничего плохого не сделаю. Замполит вызвал меня к себе, говорит, ты нас не отравишь, не погубишь. Я говорю, вы знаете, потому что я здесь, потому этот корабль будет целым, и ничего с ним не случится. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, иди. Потому что, да, потому что я молюсь, говорю, за вас. Ну, вот так вот. А и не было каких-то распоряжений вас специально гнобить за то, что вы верующих нет, да? Нет, вот это вот, я говорю, что я просто, ну, благодарен Богу, что он так провел меня, что меня никто не бил, никто не угнетал, ничего, то есть, ну... А это было все-таки, да? Да, это было, да, в других местах, но я вот как-то не знаю, как, вот я проповедую, да, проходя долиной смертной тени, да, уповая на Господа, то есть, надо пройти. Ты проходишь, но ты как-то, как будто вот Бог тебя проносит как-то на руках через эти ситуации. То есть, меня там, я был в почете, уважении, там, моя там фотография на доске почета висела, то есть, я делал все для корабля, то есть, и когда меня там командир мой, там, монаши боевой части, там, начал на меня там что-то кричать, шуметь, я тоже на ему так же, в том же тоне ответил, он говорит, что ты на меня кричишь? А что вы на меня кричите? То есть, у нас было дружеское, ну, такое... Тамарисческое где-то, да? Да, 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 не было такого, ну, как бы он за то, что я повысил голос, он мог меня там отправить, куда-то наказать, а у нас мы с ним дружили, потому что, что он не попросит, я сделаю. У меня самое лучшее заведение, самое чистое отделение, я был командиром отделения, еще назначен, да, я уволился с старшиной первой статьи, то есть, ну, все меня уважали, ценили, ну, как я принял эту фразу для себя, у меня нет врагов. Я помню, услышал однажды эту фразу в своей жизни на одной кассете, жалко, что она пропала, там была такая песня, что если у тебя есть враг, то на небе нет двух врагов, кто-то из вас туда не попадет, и скорее всего, это ты. И поэтому я так молюсь, господи, вот не хочу, чтобы у меня были враги, вот не хочу. Поэтому у всех людей, которые встречаются на моем пути, да, иногда в свете моего характера, я так понимаю, что он где-то от отца достался, есть некоторое такое внутри что-то так, раз, закипит, да, но Дух Святой, он раз, успокаивает все, это как молоко, да, подует, наверное, и все, раз, успокаивается, и все хорошо. И поэтому я молюсь, чтобы в моей жизни были только друзья. То есть вы пережили такое посвящение перед как раз отправкой на флот. Да, да, Господь. И вы уже разговаривали так достаточно дерзко с… У меня было дерзновение. Отправляющим, да, да, дерзновение. То есть уже после того, как вы сделали посвящение Богу. Мне было легко, свободно, я знал, что я в Божьих руках, и ангелы охраняют меня. Я с детства читал Библию, правда, не так много, как хотелось бы, но читал, понимал ее. И для меня очень важно, когда вот я вернулся уже со службы, да, я как-то рассказывал, давно еще прочитал Дэвида Йонгича книгу, переписанную еще в 82-м году от руки, тогда нельзя было печатать. И там меня заинтересовал момент о конкретности молитвы к Богу. Вот он там, если кто читал, четвертое измерение, да, вот, то там он говорит, вот это, вот это, вот это. И там одна история была, когда одна девушка пришла к нему и спрашивала, почему Бог не отвечает на мои молитвы. И она говорит, а чего такое? Говорит, я 8 лет молюсь. А о чем? Говорит, ну вот хочу замуж выйти и никак. Говорит, а какого мужа вы хотите? Ну, какого Бог пошлет? Нет, говорит, так не получится. Надо конкретно написать. И вот она села, написала, он помолился. Ну и вот, когда я читал эту книгу, я понял, что для меня это интересный аспект того, что надо конкретно помолиться. И она, ну вот он рассказывает в своей книге, что через три месяца получает приглашение на помолвку. Приезжает и видит эту девушку, и она ему рассказывает, что вот так получилось. Приехал такой человек, именно вот как я хотела. И сам подошел ко мне и сделал предложение. Вот. Я так это дело запомнил. И когда уже оставалось где-то полгода до моего увольнения в запас, я так сижу и думаю, ну я же когда-то буду все равно жениться. Хочу, да. А у меня очень много было друзей, которые, ну девчонок, сестер верующих, которые там как бы, ну мне нравились. Но мне что-то в них не нравилось. Вот. И я не знал, что делать. Вот. И мне одна мудрая сестра, тогда еще она намного старше была, мне она сказала, в церкви, вот никому ничего не обещай. Вот ты можешь дружить, но никому ничего не обещай. А вот когда ты вернешься домой, отслужишь, да, вот тогда, тогда кто останется, возможно, это твой. Никто не остался. Все выходили замуж. Все. Серьезно? Да, да. Ну мы просто дружили, переписывались и так далее. И я вот когда молился, я так сижу, написал вот этот список такой для себя, что мне нравится, ну физическое, духовное и душевное. Это после уже возвращения из армии? Это еще когда я там был. Оставалось полгода. Оставалось полгода. Я вот сижу и пишу все. Мне нравились там большие, ну не буду все. В общем, что... Мне это интересно как раз. Мне нравились большие глаза, светлые волосы длинные. Вот. Чтобы рост был не очень большой, там, ну все, какие-то определенные формы. Чтобы готовить умело. И мне очень хотелось, чтобы я не ездил никуда. Она чтобы здесь была сама, приехала сюда. Вот я не знал... Чтобы не за ней уезжать, да? Как бы, а чтобы она... Да, да, да. Чтобы она была христианкой. Это первое было. Важное очень, да. И в конце, ну вот как-то у меня так получилось в жизни, когда в школе учился, была одна такая девчонка хорошая, Света ее звали. Она мне просто нравилась как человек, потому что она там меня заставляла учиться там, ну не знаю почему, да. Мы сейчас с ней переписываемся. Она в Киеве живет, да. Уехала туда. И она меня так вот как-то вот, ну... И мне вот просто понравилось имя Света, и все. Вот. Не то чтобы она, а вот имя. И я такой в конце такой пишу в скобочках, господи, если возможно, чтобы имя было Света. И все. И вот я говорю, я жалею, что я эту записку вот, но уничтожил, не привез ее, потому что когда мы женились, на свадьбе можно было читать. Просто сравнить, да. Все совпадало, да. Ну там просто были некоторые подробности, которые я не хотел, чтобы люди узнали, поэтому, наверное, я ее и уничтожил. Они чисто были для меня важны. Вот. И поэтому однажды в детстве, я помню, где-то мне было 12 или 13 лет, я увидел сон, что я вот так вот сплю и вижу, что у меня, значит, как будто две жены. Но она как одна. Но зовут сначала Жанна, а потом Света. Я вот никак не мог понять, когда я с Светой встретился, да, вот мы поженились. И уже так как-то год или два, наверное, прошли, стали разговаривать как там, чего, ну, о жизни. Я говорю, слушай, Света, у меня вот вопрос, честно, хочу с тобой поделиться. Ну, чего, ну, как бы, таить. У меня вот такой сон приснился в детстве, что у меня будет как будто вот жена... Ну, как будто две. Да, ну, как будто не пойму, что это вот, Жанна и Света. Я говорю, все нормально, в смысле? Меня говорит, мама назвала Жанной, а папа назвал Светой. И вошло как бы запись папиной? Да, не вошло, да, не вошло. Просто записали как Света, да. А мама хотела Жанной, и вот целый год они вот, ну, спорили. Уже после рождения Светы? Да, 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 после рождения уже, да. Вау. Они спорили как, все равно написали, как папа сказал Свету. А это все сохранилось? Да, да, да. И вот такие моменты. А у вас большая разница в возрасте? Мне просто интересно, что... Полтора года. То есть вы уже все-таки родились, это все как бы спустя полтора года началась вся эта история с именами. Да, да, да. Потом вам там лет семь вы видите этот сон про эту девочку. Ну вот я говорю, что я просил тоже, я не знаю, как бы это чисто мое мнение, то есть я понимаю, что когда большая разница в возрасте, есть разница интересов. Это мой чисто аспект человеческий. А когда ближе, вот там полтора-два года, я написал вообще максимум три для меня было вот, ну, максимум. Потому что я видел взрослых девушек, они мне тоже нравились. Видел маленьких, которые тоже нравились. Но я понимал, что у нас интересы разные. Вот. И разный уровень сознания. И... Не, я верю, что есть любовь там, может быть, там разная, как бы, но для меня вот был вот этот аспект важен. Я это тоже пометил себе полтора-два года, ну, максимум три. И тут смотрю, все совпадает. Думаю, ну, вообще, Господь вот просто... И света в максимум три вписалась? Полтора. Полтора, да, да. Верхняя граница. Мы с ней все время... Это самое, когда мне там исполняется, ей, когда исполняется день рождения, вот ей будет 53, она говорит, мне 53, а мне 54, я говорю, а мне уже будет 55. Ах ты, говорит, сын. Не догнаешь. Да, не догнаешь. Почти, но еще не догнаешь. Не догнаешь, да. И снова, да. Ну, и вот так вот не поженились с Господь. Нет, а как вы ее встретили-то, вот в церкви, вернулись, вот никто вас не дождался. Никто не дождался. Я служил, мне мама написала письмо, что какая-то света с Украиной приехала. Вот, я говорю, ну, приехал, да и приехал, чем-нибудь для нее, да. Я тоже, ну, как бы, не об этом, ничего не думал. Я служил. И у нас в детстве вообще, вот я говорю, нельзя говорить никогда, да, это слово. Мы сидели с одним парнем, как раз я в Молдавию ездил с 80-го по 84-й год. Там тоже много было друзей, там с парнем сидим с одним, тоже знакомый хороший друг, и он такой, у него была проблема с девушками из Болгарии. И он говорит, я никогда, говорит, не женюсь, говорит, на девушке из Болгарии. Ну, болгаркой, ну, так некрасиво, да, сказать сейчас. Вот, да. Я говорю, а у меня была проблема с украинками, там тоже какая-то. Я говорю, я на хохлушке никогда не женюсь. Поддержал друга. Да, поддержал, да. Вот мы сидели, я как сейчас помню, вот мы сидим, такой закат солнца, такие вот, ну, смотрим на него. Огорченная жизнь девушка. Да, 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 да. Ну, что там, по 15 лет мы уже огорчены, да. Вот, и, значит, как ты думаешь, чем закончилось? Болгаркой. Да, да. И украинкой. И дел с Украиной, да. Я ему потом звоню, Ваня, ну, чего? Ну, как чего? Вот получилось вот так, говорит. Я говорю, у меня, говорю, то же самое, да. Поэтому нужно всегда быть осторожным. Я думаю, что Бог здесь нас учит чему-то. Мы иногда рисуем тебе какие-то стереотипы, какие-то представления, но у Бога есть свой план, свое представление о жизни. И для нас он написал книжечку хорошую, ну, «Нашу жизнь». Библию? Если, не, нашу, как в 138-м псалме написано, в твоей книге, да, записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть еще не было ни одного дня, а Бог уже все знает, да. Все. Если мы доверяем ему, вот просто отдаемся в его руки, то он все устраивает. И встречи, вот как ты рассказываешь, да, приехала девушка, значит, потом еще кто-то, и у нас тоже. Вот, ну, в нашей ситуации тоже я приехал, мы со Светой дружили и ездили даже в Таллинн три раза, и никаких мыслей вообще не было, вообще. Потом как будто, вот, как говорят, как что-то щелкнуло такое. Я так смотрю на нее, так это же вот. Это совпало, это совпало, и это совпало. Один в один, и сама приехала. И сама приехала, да, да, да. Не надо не ездить никуда, ничего, да. И как ты сказал? Я ей написал письменное. Признание. Да, письменное признание, и она где-то, говорит, хранит. Я говорю, покажи, не покажу, отнимешь. Я говорю, да не отниму, я говорю, покажи, да. Не знаю, сохранил или нет, но вот она, я ей написал письменный такой небольшой листочек, вот. Я говорю, вот, на тебя. А, я ее проводил домой после собрания, ну, проводил домой, а дал, говорю, это вот тебе. Она раз, я говорю, я жду тебя, говорю, ну, прочитай, я тебя жду здесь внизу вот она пошла вернулась ну можно ведь полгода подождать и и сейчас или никогда такая а я три раза друга я три раза получил откровение от бога что это но мой человек три раза то есть через слово божие через сон и еще кое-какие знамения поставила как вот как гидеон дам знамение такие ставил я получил точный ответ для себя и я такой раз она возвращается можно через полгода подождать но я говорю нет ну хотя бы месяц игру 10 дней не ходит послабление какие-то послабление она поехала домой приезжает через 10 дней все год ягод согласно и что потом сделали помолвку свадьба все хорошо через сколько получилось это вот вы поняли после того как вернулись с армией понял значит я вернулся в ноябре дома с ней грубо говоря месяца три просто вот куда-то вот ездили общались с молодежи не только с ней так нельзя было как бы один на один встречаться да мы ездили с молодежью получил ответ для себя 26 апреля 88 года я принял крещение и было как раз в этот момент помолвка подождите тайминг в ноябре вернулся в конце ноября я вернулся 87 года ноябрь декабрь январь февраль феврале михаил понял что светлана его жена да молился об этом помолился получил свои знамения передал ей предложения в марте март молился до март получал знамение в апреле сделать предложение сделать предложение 10 дней до и в апреле же получил ответ и 26 до была помолвка вот это не 20 и 20 ухаживания двадцать девятого мая у нас была роспись а 4 июня была свадьба она все-таки было еще хотя бы полтора месяца да но но вообще было вот мне интересно было тоже господь так как-то вот для нас было чудо то есть 29 мая у нас была роспись мы хотели просто пить в загс и расписаться за неделю нам звонит какой-то человек здравствуйте здравствуйте вот у вас роспись на 15 0 можно перенести на 16 да не проблема нам то все равно нет но мы хотим вас пригласить нас праздник города 29 мая на дворцовую площадь и петропавловскую крепость и там будет сам пётр ну понятно актер вас поздравлять как семейную пару я думаю у нас для машины нет машина будет куда надо чем ели куда надо отвезет все вот на эту ерунду прям божий любимчик да ну давай ну соглашаемся мы соглашаемся да у нее было красивое платье такое в то время таких платья здесь не было на привезла его с украины купила там за 300 рублей тогда ты знаешь триста рублей это просто вообще состояние целое и вот там когда мы приехали нас пётр первый поздравил там сундук нам такой подарил сундук до сих пор храним настоящий сундук да деревянные да вот и грамоту там все такое вручил нам почему вас выбрали такой мы не знаю не знаю до сих пор неизвестно неизвестно да и вот мы вышли нас перед всем вам сказать городом поздравили в машину посадили и все там а можно потрогать не если это настоящая такая но платье реально красиво да вот и нужно чтобы нам дали фотографии до платья конечно конечно я даже не с собой до телефоне тут как-то выставил фейсбуке до 32 года и все и вот мы но приезжают к дому а мы же на пятом этаже тогда там все соседи выскочили так но невесту но тащить на руках когда не проблема вот я подхватил до пятый этаж и воды не проблема и вот опять даже не был этажи ну да и даже то такие так скажем но не маленькие там по 380 потолки да ну я нет нет я мы пошутили нечего шутить и на 4 июня была свадьба но они знали они знали что вы будете образцовой семьей семь детей до 8 приемный и в конце еще дедушка уже сейчас до внучки шесть лет и два внука да и часть детей поженилась еще растет созревает созревают еще младшему 17 младшему 17 и 1 18 то есть приемному 17 этого нашему 18 но приемный себя чувствует как родной да но немножко хулиганит такое чувствуется все же вот когда кто будет брать детей но из другой семьи или из детского дома ему было три месяца а там вообще целая история пришла девушка в церковь дайте денег на аборт я говорю нет давай рожай гармоте поможем будет там сын полка как это называется да сын церкви вот и она родилась она была но зависимая мы помолились бог ее освободил она значит но родила все хорошо через два месяца спрашивали ребенок какой-то подруги оставил мы так раз от нее алкоголем пахнет она подсела на алкоголь мы ее отправили в реп-центр но света говорит ну давай вид куда мы давай он возьмем себе пока я ничего нет постоянного как временное и вот 17 лет да малыш с вами да он и все-таки он такой как бы непослушный бывает временами но гены нет он он очень добрый он очень ласковый вот если бы я его привел сюда бы не сказали что я про него рассказываю но вот у него что-то свое как зациклиться и все ты мне скажешь приди вот такое-то время до приду дай папа дальше сделаю и вот но из-за этого конечно нервничаем потому что мы знаем какие у него гены и кто были его родители но и что есть у него вот такой программный сбой тогда небольшой который не перестроен им сознательно да вот ему 17 лет а он заканчивает только девятый класс потому что он два раза по два года сидел ну он что-то понимает но плохо запоминает а то что ему надо он все знает и вот трудно очень трудно то есть нам такое чудо досталось я говорю про церковь тоже смотришь у него там бизнесмена какие-то богатые люди а у нас то одно то другое как-то что-то такое все одно приключение но я помню как-то дождите а вы не сказали вот хотели совет дать тем кто берут детей там из детдома или да нужно нужно помолиться чтобы вот но вы поняли что это навсегда это не то что машину купил продал или там телефон поменял а здесь ты вот идешь посвящение и теперь уже не важно какой он будет вот ты берешь его и берешь навсегда и тогда когда ты это делаешь тогда ты уже идешь вместе с ним потому что нам но некоторые даже верующие люди говорили слушать отдайте вы его обратно куда-нибудь детский дом что у нас ну нервирует то постоянно но игра нет это уже без возврата и при всем же том что у вас как бы и свои тоже надо да 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 но вы сюда поинками я училась ребенок инвалид девочка тоже первой группы это же сложно то есть нам нужно и так и так и все и мы почему женой как бы регламентируем время мы не можем надо быть вместе где-то потому что нужно и за тем и затем смотреть наблюдать на немножко сложно ну а счастливый брак все таки его залог заключается в чем в том что муж это фундамент а жена и достроению ну и вот фундамент он что делает он держит все строение了吧 на руках несет до награда он должен высовываться он не должен говорить я господин я хозяин он должен показать это должен показать это своим примером как это должно быть почему я должно быть я прихожу никто не спрашивает но кто в доме хозяин все знают Что это Михаил? Да, что это папа-хозяин. Папа-хозяин увидел посуду, но если нет никого из детей, помыл ее, увидел, там грязный пол взял, протер. Они даже прикалываются иногда, говорят, папа у нас как дом работает на себя. Я говорю, а что делать? Приходится, да, помогает, трудится. Ну нет, у нас, когда, как сказать, часто наши все старшие уже уехали по своим, так сказать, семьям и по своим местам остались только трое. Ну, вообще ни о чем. И тут, конечно, раньше было очень строго все. Я очень много работал, а жена, она как бы больше за домом смотрела. А когда уже дети подросли, и там было дежурство, четко все поставлено, каждый все мыл убирал, все. А потом уже, конечно, сейчас эти двое, они то учатся там далеко, то работают и учатся. Саши, да? Да, 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 они вдвоем, вот они один учатся и далеко ездят. Пока приедет уже, ну что, я буду, грязный пол, грязная посуда. Мне несложно это помыть. Белье там, машину заскинуть и так далее. Вот. Я говорю, понимаете, дети, я говорю, даже делаю это не ради вас, а ради жены, потому что я ее люблю. Это ваша мама, я ее люблю, чтобы вы знали это. А если бы только вы были здесь, я бы вот все оставил, и вы бы все делали сами. Да. Ну, вот такие моменты. Ну, а свита тогда, получается, строение, что же строение это делает на фундаменте? Строение делает красоту в доме. Атмосферу, красоту, уважение к фундаменту. Да, 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 да. Ну, у нас, ну, как бы мы взаимозаменяемые. А я помню, да, вы говорили, что она еще хорошо готовила. Да, да. Да, то есть как загадали, все, ведь так и получилось. Она не просто хорошо, а очень хорошо. Тут как-то у нас сын пришел, говорит, я как в ресторане посидел. Говорю, конечно. Это он уже после отлучки, да? После того, как он пожил сам? Не, не, он это с нами, да. Они все любят, когда к маме готовят, да. Как-то помню, мы поехали, там, сын у нас работает по ремонту телефонов, нам надо было там телефон что-то там посмотреть. Проезжаем, он говорит, там покушать захватите чего-нибудь, да. Ну, а как раз света плов сделала, мы там все, плов там, это самое, какие-то еды еще там, целые две сумочки привезли ему туда, так он даже в Facebook поставил, это вот, говорит, мама с папой проезжали мимо. Ну, так, говорит, заезжает иногда там, перекусить чего-нибудь, заезжает, у нас, говорит, там супчик вкусный, там плов и так далее. То есть, получается, Михаил загадал, значит, чтобы жена была верующая, знала Бога, вот потом внешние качества пошли, такие, чтобы большие глаза и светлые волосы. У него такая коса была, вот, до пояса, это потом он уже, говорит, можно я ее отрежу? Я говорю, можно, говорю, ладно, так и быть. Ну, потому что голова постоянно, вот, ну, с детьми, она когда там возилась, там, было тяжело. И потом было очень важно получить все-таки подтверждение, что точно это она. Я говорю, три раза для себя получил ответ, да. И поэтому уже не переживал по поводу готовки. Уже это шло в комплекте. Я просто видел, что Монас Густиш тоже приглашал к себе. А, уже тогда все-таки проверил? Да, да, мы с ребятами заходили к ним после собрания, заезжали. Какой хозяйственный, 20 лет, а, ну, хотя хлебопеком был. 21 мне было, да, 21 я женился. Ей было 20, мне 21. Да, вот так вот, интересно. Я сейчас смотрю, вот, ну, на нас, ну, как я говорил, да, спрашиваю, хотел пережить вот Бога, да. И вот мы как-то действительно, ну, верили по-другому. И молились как-то все по-другому. Смотрю сейчас на людей в церкви. Вот мне было 24 года, да, у нас родилась Настя, третий ребенок. Вот, и я как-то рассказывал ту историю. На третий день она стала кашлять, когда у нее была рвота какая-то. И Света говорит врачу, ну, что, ребенок нездоров. Она говорит, нет, у вас все нормально, типа, это третий ребенок, там, захлебывается молоком и так далее. Но иногда ей было 29 дней, она умерла дома у нас. Ну, мы помолились, вечер это был. Вот, и Света говорит, Настя умерла. Я говорю, да не может быть, что ты, говорю, так говоришь-то. Ну, ты, говорит, посмотри. Ну, я встал, поднимаю ее, она так, ручки, ножки висят, все. Я ее положил на кровать, пошел, позвонил нашим братьям, там, друзьям тоже. Говорю, братья, помолитесь, сейчас будем, а 12 часов ночи разбудил там кого-то. Помолитесь, говорю, сейчас будем молиться за воскрешение Насти. Ну, я не знаю, что они там поняли, но я прихожу, она плачет, пытается ей искусственное дыхание делать. Я говорю, все, давай, становимся на колени, молимся. Мы стали молиться. Ну, я чувствую, так, кровать что-то зашевелилась. Смотрю, она головой вот так вот, ну, мотает. Вот. А перед этим, вот, почему важно Библию читать, да? Там был такой момент, где пророк Елисей, может, помнишь, он, когда за мальчик этого молился, он так вот распростерся, да, 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 вот так вот. Да, и я тоже так сделал. Дух жизни, войди в нее. И мы стали молиться, и потом она воскресла. Мы отнесли ее на следующий день в поликлинику. Оказалось, у нее двустороннее воспаление легких и абсцидирующая, то есть гнить начало левая легкая снизу. Вау. То есть она маленькая, там, 50 сантиметров. Первый месяц жизни еще? Да, уже три месяца и было. Уже три. То есть месяц была, и два с половиной, и три с половиной месяца было ей. Это в середине декабря было, примерно как сейчас. И врач говорит, если не сделаем операцию, то она умрет. А если сделаем? Не знаю. То есть гарантии нет. Ну, живут же люди и без легкого даже. То есть они вообще хотели половину отрезать, как бы, ну, легкое целое, и все. Вот. И в этот вечер мы молились, жена приехала домой, плачет. Я говорю, не плачь, давай будем молиться. И мы помолились. Господи, если ты хочешь ее забрать, забери. Если ты хочешь благословить руки врачей, благослови. Если хочешь исцелить ее, чего и мы бы хотели, исцели. И легли спать. Я в пятницу поехал на работу. Я как раз с сапожником работал в мастерской. И она мне звонит в 11 часов и говорит, Насте операцию не сделали. Я говорю, почему? Кровь не сворачивается. Значит, операцию делать нельзя. Бог ее не забрал, операцию не сделал, и остался третий вариант. А я говорю, Иисус ее исцелил. И, ну, врач не подходит, вы не переживайте, мы там анализы сделаем, там туда-сюда. Все. Ну, она уехала, она в реанимации была еще. Света уехала домой, и в субботу в 7 утра нам звонок. Приезжайте, вашей девочке стало лучше, и с реанимацией мы переводим ее в палату. Нужен уход. Света приехала в больницу, врач опять, все нормально, сделаем там кровь туда-сюда, там рентген сделаем. Она говорит, не надо ничего делать, говорит. Она здорова. Она тоже приняла это слово, что здорова. Она говорит, почему не надо? Ну, говорит, мы молились, церковь молилась, и Бог ее исцелил. А, ну да, ну понятно все. Два с половиной месяца мамочка в больнице пробыла, то надо ее лечить. Такая мысль, да. Но в воскресенье ей еще лучше. Я уже благодарю, уже не молюсь за исцеление, уже благодарю. Вот, уже в понедельник ее несут на рентген, рентгенологи говорят, какой-то ребенок, другой говорит, ну, совсем. Ну, и делает рентген, и жена идет в больницу, в палату, с Настей несет ее на руках, там трубочка такая со стаканчиком, что качает этот, гной выкачивала. И сзади, практически, только зашла в палату, сзади говорит, врач бежит еще с мокрым снимком. Говорит, смотрите, говорит, какой чистый снимок. Такой сидит, говорит, Бог, вам повезло. За четыре дня, говорит, половина гнилого, легкого, стала здоровым. Она говорит, это не повезло, это Бог ее исцелил. А легкие восстанавливаются, разве так вот, что гнилую? Потому что печень, я знаю, восстанавливается. Я не знаю, но я просто об этом, об этой ситуации, знал весь город, Питер и Москва. То есть имя Баранова Настя было известно, потому что лучшие профессора ее смотрели, пытались там сделать и специально приехали, чтобы сделать эту операцию, потому что очень сложная. Поэтому это было чудо для всех. И я верю, что в нашей жизни есть такие моменты, потому что я молился о некоторых таких, вот ты читаешь Евангелие, одно, другое, третье. И как раз я дошел до этого, где воскрешение дочери Аира, и говорю, Господи, как это-то пережить? Вот не знаю, хорошо сделал или плохо, что так попросил, но пережил. Понимаешь, в тот момент я верю, что Бог сильно воскрешает мертвых. Да, иногда, как я говорю, нужно пройти, может быть, и долину смертной тени, но пройти, не оставаться в ней. И долину плача, но в ней открыть источники. Если мы попадаем в шторм, то нам нужно подняться выше, потому что над вот этими облаками есть солнце. В Божье присутствие поднимаемся, мы выходим из этого шторма. И там Господь. Или в темнице. Иногда бываем в темнице где-то, да, и что там происходит. Если мы как Самсон попали туда, то мы будем молоть на врагов. А если мы как Иосиф попали туда, то мы станем начальниками там. Нам нужно понимать, кто мы, для чего он призванный, и какая цель у Бога для нас. И когда мы это понимаем, мы по-другому реагируем. Что бы ни случилось, мы в руках Божьих. Это, кстати, очень классная, такая прекрасная формулировка как раз к вопросу о призвании. То есть, если ты осознаешь свой путь с Богом, вы выделяете именно этот ключевой фактор, скажем, или ключевое осознание в жизни, посвящение в жизни человека. Если ты осознаешь свой путь с Богом. Мне очень понравился этот пример о том, что мы все попадаем в пресс, мы все попадаем в тяжелую ситуацию, но ты можешь попасть туда, как Самсон, пострадавшим, и действительно работать на врагов. А можешь, казалось бы, тоже работать на врагов, но быть совсем в другом состоянии. В другом статусе, да. Потому что там написано «И Господь был с ним». То есть, другая сторона, это бывает пустыня, когда люди говорят «Я там в пустыне». Знаете, если читать внимательно текст Писания, то одна пустыня, в которой жил Израиль, и там было полное обеспечение, а в пустыне они были потому, что им надо было все же Бога взыскать, и вторая пустыня, которая написана нам, где был Иисус, то он не был там в пустыне, как бы в томлении, он там общался с Богом. Некоторые говорят «Вот у меня пустыня там». Я говорю «Подождите, вы неправильно понимаете Слово Божие. Если ты в пустыню попал, то Иисус вообще, ну это мое понимание, когда пришел в пустыню, он молился о своем предназначении, чтобы никто ему туда не ходил, не мешал. Конечно, когда он напоследок залкал, то пришел дьявол, искуситель, но он выдержал эту победу, выставил эту победу. Почему? Потому что у него было вот эти 39 дней общения с Богом. И когда у нас есть постоянное общение с Богом, мы знаем, что придет победа. Как говорят самураи, меч должен носить всегда, даже если тебе придется им воспользоваться один раз в жизни. То есть вот эти моменты, то есть всегда быть в готовности, быть всегда в позиции вот этого, ну Божьего присутствия, в посвящении, как мы это говорим. Я помню, когда мы изучали год перехода, здесь вот, если помнишь, это было на ячеечной структуре церкви, да, то там такая фраза, она до сих пор у меня в голове, когда картинка такая, вот там, курица и свинья пасутся на ферме, и вдруг какой-то шум там у хозяина, ну и свинья там ест все свое, а курица говорит, слушай, там хозяину пришли гости, давай их накормим яичнице с беконом. На что свинья отвечает, для тебя это пожертвование, а для меня посвящение. Вот когда ты, понимаешь, когда ты как курица, да, это одно, а когда ты как вот этот поросеночек, да, посвящение, то есть чтобы накормить, ты должен посвятить себя. Всего себя отдаешь. Да, да, да. И когда ты всего себя отдаешь, так сделал Иисус, ты видишь потомство долговечное. Может быть, ты сейчас не увидишь, может быть, ты не понимаешь. Я иногда как-то вот летел в самолете, я такой лечу, и говорю, Господь, ну а вот церковь у нас небольшая, как бы иногда люди спрашивают, сколько. Я говорю, у нас до 70 человек дорастает до 80, и потом куда-то опять все уходят, потом опять появляется, это как накопитель такой, ну, и как, и где он? Как взращивает инкубаток какой-то? Где вот, ну, где вот, ну, моя церковь, непонятно это слово для меня, где церковь, в которой ты меня поставил служить? Он говорит, там, где ты. Я говорю, в смысле? Вот куда ты пришел, там та церковь, куда я тебя хочу поместить, чтобы ты людей привел ко мне. И для меня это было, ну, что-то особенное, вот, но я лечу в самолет, я понимаю, я так, здесь моя церковь, ага, понял, значит, здесь надо кому-то проповедовать. Начинаю разговаривать с человеком, да, и он кается, и это чудо, понимаешь, для меня, для него, вот, помню, когда прилетели, как-то первый раз были в Америке. Поэтому вы проповедовали как раз и на больничном адре, когда вас должны были оперировать. Вот, прилетели в эту самую, в Америку, да, и там нам показывали колледж там библейский, где там чего, и смотрю, там какой-то дяденька там хромает, а дети мои там играют, большой теннис, а я, ну, как бы стою, потому что все ракетки заняты. И он говорит, давай, говорит, с тобой в рокетбол поиграем. Ну, я так немножко английский знаю, говорю, давай, научи меня. Вот мы с ним, а он еле шевелится такой, знаешь, вот, ну, я там выиграл у него уже там 20-0, понимаешь, хотя первый раз играю. Я говорю, а что ты такой? Да, у меня, говорит, это начал рассказывать, я, позвал переводчик, говорю, я не понимаю все, но, он говорит, вот это, вот это, вот это, за тебя помолюсь. Он говорит, давай. Согласился, потому что неверующий человек первый раз видит меня, я его. Я так молюсь, все, все вот кости его, все, все ноги, все полностью прощупал, все сказал, провозгласил победу, исцеление. Ну, все, как бы, ну, он говорит, ну, когда надо, заходите, там я в гости на чай, там, я говорю, слушай, у нас тут столько времени, мало, но, ну, ну, и все, мы уехали на неделю, возвращаемся, а мне хочется узнать, где он, когда мы приезжаем, его нет, когда мы уезжаем, он приезжает, и не встретится никак, ну, и последнее утро, нас провожают там друзья, у которых мы были, мы должны были в другое место лететь, и мы такие, значит, раз сидим, она говорит, я говорю, давайте позавтракаем дома, нет, пойдем в кафе, пришли в кафе, завтракаем, и вдруг заходит этот Джон, я его даже не узнал, он вытянулся, представляешь, он, он такой, о, Майкл, это ты, я говорю, да, это ты, Джон, ты что? Он, да, это я. Это за сколько, за какой период он изменивался? За неделю. За неделю? Приседает, наклоняется, прыгает такой, руками размахивает, я говорю, Иисус, ты велик, понимаешь, да, это просто чудо, взрослый человек, да, лет 65 было, и вырос, да, он вытянулся, 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 его телом все, вращает руками, все, это было чудо, на самом деле, он уверовал, конечно же. Да, думая, что он там же рядом, в Дебрейской колледже, и так далее. То есть, ну, для меня этот важный момент, и, конечно, встречаются очень сложные люди. Обычно я говорю это людям, которым попадаются тяжелые ситуации. Я говорю, если вам попался тяжелый человек, которого вам трудно даже выносить, это не просто так, это Бог дал вам для того, чтобы вы могли повлиять на него, потому что только вы можете сделать то, что Бог вложил в ваше сердце, чтобы принести ему изменения. Я, когда это принял для себя, однажды Бог мне сказал, не пренебрегай никаким материалом. Я говорю, в смысле? Вот я дал тебе этот материал, сделай из него конфетку. Ты можешь, ты можешь, только ты можешь. И когда я это понял, я, ну, я стал по-другому относиться и к церкви, и к служению, и ко всему, потому что для меня это важно. То есть, мы несем атмосферу Духа Святого, которая в нас. Если она в нас есть, тогда это чувствуют люди. И они, они говорят, что, ну, вы какой-то другой человек. Я говорю, да, я живу по-другому. Да, я простой, я хожу в спортзал, я занимаюсь какими-то делами в обществе и так далее. Для меня все это самое. И там я проповедую людям. Я проповедую с собой. Я пришел на себя, а чем вы отличаетесь? Я говорю, все понятно, я верю в Иисуса. И все, и это меняет отношения. Потому что иногда люди начинают сразу, ну, пришли куда-то, сразу проповедовать, там, сразу говорить. Понимаете, если вас люди не узнали, можно проповедовать. Я не против, я даже за. Но если они не узнали вас, то они не могут принять то послание, потому что они вас не знают. Тогда они вас увидят, что вы нормальный человек, и так далее, не сектант какой-то, вот, как и все. Они говорят, да, нормально, а в чем секрет? А секрет прост. И даже лучше, на самом деле. Да, Иисус в моем сердце, и все. Я не знаю, многие говорят, я там с Богом говорю, Бог мне говорит, и так далее. Я говорю, вы знаете, это очень трудно. Трудно вот так вот, ну, Бог говорит, там, я, я по-другому понимаю это. Я читаю Божье Слово, оно во мне, и Бог говорит через меня. Есть моменты, когда, года два назад, наверное, да, я хотел, так вот, пережить Божье присутствие. Как-то по-особенному. Явленное особенное. Как-то по-особенному, да. И сплю ночью, вижу такой, какой-то непонятный сон, вот, и как раз один пастор умер. И я как будто вот там, и мы с ним, и он говорит, продолжайте молиться, говорит. Вы даже не представляете, что происходит на небе, когда вы молитесь. Я такой, а я, я же там, где-то, где-то. Тело как бы здесь, я не понимаю, что происходит. И слышу такой легенький звоночек. Я говорю, а это что? И как, ну, я не могу понять, ангел, не ангел, ну, вот, ну, что-то, что-то, ну, наверное, ангел. Я говорю, а это что такое? А он говорит, это когда ваши молитвы, говорит, идут? На небе раздается такой звоночек. И все активируются на эту нужду, чтобы ее восполнить, поэтому молитесь. И вдруг я почувствовал какой-то непонятный аромат. Вот. И я так, я почувствовал, что это аромат неба. Я просыпаюсь, и он вокруг меня. он вокруг меня. Я к жене, она рядом, от нее не пахнет. А он в воздухе стоит. И минуты две, минуты две он еще был рядом со мной, потом пропал. А что за аромат? Можете как-то сравнить? Не могу. Не могу. Я и духи разные нюхал, и цветы, но нет такого. А какое воздействие он производил? А просто вот, это не передач, как это, как... Я не знаю, ну просто восторг, душа радовалась. что-то особенное радостное внутри наполнения. Животворил тоже, на самом деле. Ты просто понимаешь, что вот он Бог, он есть. Я просто помню, что для меня было прямо откровением, когда я вдруг осознала, что вот мы, например, едим здесь, ну яблоко там, неважно, но ты чувствуешь вкус, и только спустя какое-то время, например, ты не чувствуешь голод, и ты даже не всегда чувствуешь там, что силы появились, только если ты голодал, там прям ослабел. Но вдруг я осознала, что вот небесная пища там или небесные какие-то вещи, вот когда ты их вкушаешь, это почти сразу ты чувствуешь, что ты вкушаешь жизнь. Вот это сильное наполнение, сильное такое взбодрение, то, что там люди здесь имитируют допинга, но оно как бы дает тебе всплеск энергии за счет энергии, которая забирает из запасов тела, как бы потом тебе нужно это компенсировать. Но вот в божественном мире, который тоже реален, но с которым мы не так легко взаимодействуем, там это происходит сразу и как бы многосторонне. Ну вот как вот пророк Илья, да, поел, попил, и потом 40 дней не ел, не пил, шел по земному. Да, да, вот это вот. Да, это сверхъестественная вещь. Здесь я говорю, что для меня это было, сначала оно в воздухе висело совсем, потом осталось в носу, я еще наслаждался, как его сохранить-то? Ну никак. Но есть воспоминания, есть это переживание. Да, да, но это было реально, для меня просто, почему я говорю, что Евангелие нужно пережить. Когда ты его переживаешь, тебе легко о нем рассказывать. Это не просто какие-то истины, которые кто-то рассказал. Выучил там кто-то, да. А это твоя пережитая жизнь. Я знаю, в моей жизни были многие моменты, когда я и молиться начал по-другому. Понимаешь, вот я работал на станке, срезал себе палец, у меня гангрена образовалась. Вот. И я пришел домой, говорю, Света, у меня же гангрена была. Она говорит, да. Я говорю, что ты не сказал, ты же медсестра. А я боялась. Я говорю, молодец. Вот. А чего боялась? Сказать. С чем? Потому что я испугаюсь. Ты знаешь, что я не боюсь, да. Ну и я пришел домой, вот, ногтевую фалангу мне отрезали, я пришел, чувствуя боль, начинает идти сюда. А когда я там сидел, там был доктор, он говорит, у вас, говорит, гангрена, будем бороться за палец. Если не получится, отправим в больницу, потому что там рука. Дальше. Вот. И я пришел домой, и я понял, что нужно по-другому молиться. Я чувствую, боль пошла вот так в руку. Я так беру, отсюда я говорю, во имя Иисуса Христа. Я забираю эту боль и отдаю на крест. И через раны Иисуса я принимаю полное исцеление для себя. И 10 дней там кололи антибиотики, двойную дозу. И через 10-й день этот доктор сказал, хотя он был атеист, говорит, слава Богу, кость белая. А до этого, он говорит, я врач, я говорю, я буду молиться, но я, говорю, священник. А он говорит, а я, атеист. Я говорю, вы делаете свою работу, а я свою. Но когда он увидел белую кость, он сказал, слава Богу, кость белая. А вот видите, говорю, Бог есть. Я хочу попросить вас на самом деле помолиться за наших зрителей как раз, чтобы они были как раз теми, кто переживает, кто не просто слушает, но кто принимает вот это посвящение такое полное, чтобы пережить полностью всем своим существом, преобразиться и в разуме, и в сердце, и в душе, и чтобы они пережили эту сверхъестественную силу, силу и близость, и любовь Божья. Сейчас, по-моему, я просто вспомнил про больницу, ты сказала. Про больницу вот был момент, когда было невозможно проповедовать, потому что очень было все сильно больно. Но как только отпускало, ну, все. Было не остановить. Я там всем проповедовал. Когда был в больнице с ковидом, там два человека приняли Христа, потому что я понимаю, что они уже близки. К уходу, да? Да, да, да. И они вместе хором за мной там повторяли. И они понимали это. Да, да. И они за мной повторяли молитву, все. Так что, ну... Так что все очень изменилось. Надо использовать, использовать, да. Не надо стесняться. Некоторые, да, дьявол как-то страх какой-то дает. Зачем? Да почему? Я говорю, надо, говорю. Вот видишь, если вот как раз есть страх, вот тогда говори. Супер. И вот я думаю, что в камеру... Да. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисус Христа, как твой народ, как дети твои, мы приходим сейчас к тебе с благодарностью, что ты любишь весь мир и каждого человека в отдельности. Я прошу тебя о тех людях, которые смотрят сейчас эту передачу, чтобы ты прикоснулся к ним, чтобы они действительно подружились с тобой, чтобы они приняли твою любовь, твою силу, твою благодать, твое благословение, сверхъестественное присутствие и были наполнены им. Пусть твой Дух Святой сойдет еще больше твоим огнем. Господь, сожги всякое насаждение дьявола в их жизни, в их телах, в их семьях, в их домах, в их служении, в бизнесе, Господи. Принеси твою благодать и благословение этим огнем на полные сердца радости, Господь. Наполни каждый дом, каждую семью особым посвящением. Пусть твоя сверхъестественная любовь будет в каждом доме, в каждой семье. Пусть атмосфера Духа Твоего Святого придет, Господь, придет мир, согласие, благословение, приспевание, процветание. Твои духовные дары, Господь, да проявятся в жизни каждого человека, чтобы весь мир познал, что есть живой Бог, что есть живая церковь и твой народ, который служит тебе во имя Господа и Иисусе, там и во имя Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Спасибо большое, Михаил. Это была радость, вдохновение и верю, что еще больше чудес и замечательных встреч и преображенных жизней вас ждет впереди. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.